Добрый день друзья, подписчики и гости канала. Сегодня расскажу о таких красивых аквариумных растениях, как Пагастамон эректус и Дидиплис диандра. Приятного просмотра. Итак друзья, Пагастамон эректус и Дидиплис диандра это одни из самых красивых длинностебильных аквариумных растений. Из-за своего привлекательного и оригинального внешнего вида, эти растения заслуженно пользуются популярностью. Как у простых аквариумистов, так и акваскейперов. Начнем наше знакомство с этими красивыми интересными растениями. Пагастамон эректус – красивые длинностебильные аквариумные растения. В естественных условиях произрастает в водоемах Индии. По внешнему виду стебли растений напоминают сосновые ветки, которые привлекательно смотрятся на заднем плане аквариума. Разрастаясь, растения формируют густые заросли ярко-зеленого цвета. Растение имеет мощную корневую систему и вырастает до 40 см. Скорость роста – средняя. Для успешного содержания в аквариуме растений этого вида необходимо создать следующие условия. Температура воды от 22 до 28 градусов. Вода мягкая или средней жесткости – ГАШ от 6 до 16. Кислотность – ПАШ от 6 до 7,5. Для хорошего роста жевательна подача углекислого газа в аквариум. Освещение необходимо яркое. Яркое освещение позволяет сохранить более компактную форму растений и способствует формированию большого числа боковых отводков. Растения не любят мутную воду, поэтому необходимые еженедельные подмены воды и механическая фильтрация. Размножается черенкованием. Едиплесдиандра. Одно из красивейших аквариумных растений, имеющих небольшой размер листа. Растение родом из Северной Америки. Растет по берегам озер и рек с медленным течением. Едиплесдиандра можно отнести к растениям средней сложности содержания. При хороших условиях растение приобретает красноватую окраску листьев. Оптимальная температура воды для содержания от 22 до 26 градусов. Вода мягкая или средней жесткости. ГАЖ от 4 до 12. Кислотность ПАЖ от 6 до 7,5. Освещение необходимо яркое. При недостатке света красноватая окраска листьев не проявляется. Растение будет тянуться к свету, из-за чего будет терять привлекательный внешний вид. Подача СО2 в аквариум не обязательна. Однако при подаче углекислого газа растение будет расти быстрее и выглядеть более здоровым. Стрижку растение не любит. После пересадки долго принимается в рост. Размножает растение черенкованием. Обрезает верхушку длиной 10-15 см и сажает рядом в грунт. Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать об этих интересных и замечательных растениях. Кому было интересно, ставим лайки. Подписываемся на канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok